Привет всем! For Russia's Love! Для России с любовью. Для вас мое очередное видео. Ну и сегодня я продолжаю готовить. Я как настоящий повар. В прошлый раз вы посмотрели, как я готовила пельмени. Кому-то было жалко меня, кому-то было жалко Бена. Наверное, было больше жалко Бена, чем меня. Ну, кто-то даже меня пожалел. Спасибо. Кстати, мясо из котлет, из пельменей, он съел, мясо сварилось. Ну, тесто было какое-то ненормальное. Ну, я не виновата, это было тесто такое. Причем тут я-то. Ну, и я вспомнила, что когда я приехала и стала делать котлеты, Бен говорит, а у нас есть такое блюдо, которое похоже на котлеты, но не совсем. Называется мид лоф. Мид – это мясо, лоф – это буханка, мясная буханка, и готовится вот в такой посудине. Ну, понятно, выглядит как буханка, да? Но я не буду, конечно, делать полную, потому что Бен не съест, а выкидывать не хочется. Будет только немножко, на два раза. Может, на три. Ну, посмотрим. Ну, давайте приготовим. Может, вам тоже понравится, кто знает. Фарш. Я не прокручиваю мясо в мясорубку. Я уже покупаю готовый фарш. Фарш. Ну, вот этот фарш, он уже сделан для хамбургеров, гамбургеров. И Бен вот вчера его купил, то есть я сказала, купи, какой тебе нужно. Я-то не знаю, какой ему нужно. Ну, вот он купил такой. Вот я это всё смешаю. Так. Руки вымою. Яйцо. Снова говорю, что сначала яйцо разобью. Кто знает. О, яйцо хорошее, кажется. Так. Яйцо. Лук. Мне посоветовали, что и лук надо пропустить через мясорубку. Я понимаю, но у меня нету мясорубки. А покупать только для того, чтобы пропустить эту несчастную долечку лука в мясорубке. Да я что-то и не видела мясорубок, если честно говорю. Может, какие-то есть измельчители? Я не знаю. Ну, я режу. Мелко, кстати. Мелко. Не надо говорить, что крупно. Мелко я режу. По крайней мере, я стараюсь резать мелко. Ещё немножко. Кстати, я вам всё покажу, что я на лодке приготовлю и будут ли люди есть. Отправляемся мы уже через несколько дней. Конечно, большая морока с перелётом в Панаму. Нужно заполнять очень много всяких документов. Так, и первый раз я в жизни увидела QR-код. Чтобы полететь туда, нужно получить от панамских представителей этот QR-код. Ну вот, он у меня теперь есть. Но только для вот перелёта в Панаму и обратно. В аэропорту. Так, теперь положим мясо в конце. Так, Бен хочет, чтобы я всё мерила. Я бы себе положила на глаз, а он хочет, чтобы я мерила. Он сказал, полторы ложки вот этого вот кетчупа. Обычный кетчуп. Видите? Обычный кетчуп. Полторы ложки. Положим полторы. Так. Дальше. А, вот этот я уже показывала. Айван. Сос. Он его тоже любит. Ну, любит, так любит. Так много. Так, а остальное вылил. Бен не видел. Он прошёл, но не видел. Ну я немножко, он сказал, пол ложки. Как раз пол ложки вылилось. Чего? Так оно и есть. Так, теперь я положу снова эту специю. Всякую разную. Немножко. Соль там уже есть. Чёрный перец. Чёрный перец. Так, что дальше? Ну, прежде чем я мясо положу, руки будут грязные. У меня кончилось масло оливковое. Но у нас продаётся, у вас тоже, наверное, продаётся вот такой вот vegetable oil spray. То есть растительное масло, но спрей. Специально вот для таких дел. Попшидаем маленечко. Ну, а теперь положим мясо. Вымыем руки. И перемешаем. Перемешаю я очень тщательно. Так, ничего не забыла. Я могу и забыть. Ну, а вообще, я, конечно, понимаю вас. Я понимаю. Я в России тоже готовила. Каждый день. Ну, а сейчас, тем более, Бен не работает. Я работаю. Он говорит, ну, что ты будешь готовить? Ну, вот в выходной иногда чего-то приготовлю. Вот сегодня, видите, я готовлю. И даже в прошлый выходной пельмени готовила. Так что я слишком много стала готовить. Надо прекращать это дело. Так, перемешали. Теперь положим в эту посудину. Утрамбуем. Кстати, это не всё. Ну, в процессе выпечки я вам покажу, что ещё я буду делать. Утрамбовали. В руки выпечки. Так, вот получилось только. Надеюсь, он съест. Посмотрим. И печка должна быть на 350 градусов. А, надо её, чтобы она, ну, нагрелась. 350. Да, кстати, меня спрашивают про судомоечную машинку. Мы пользуемся ею или нет? Нет. Мы, когда жили в Нью-Мексико, то мы купили новый дом. То есть, только построили. Там, конечно, была посудомоечная машина. Мы через три года его продали. Мы ни разу ею не пользовались. Там ещё картонки были. Ну, как она была новая, там всё запаковано. Так она и была. Я помню, внук был меньше, конечно, сколько, на 7 лет. Я ему сказала, что мы не пользуемся. Я говорю, ну, а чё ты? Он говорит, а почему не пользуетесь? Я говорю, ну, а чё там две этих, вот, тарелки-то вымыть? Он говорит, бабушка, так у вас только две тарелки. А почему бы побольше, больше-то тарелок не купите? Вот такой вот был прикол. Он уже, наверное, не помнит, что он мне сказал. Ну, вот так вот он сказал. Ну, нагрелось до трёхсот пятидесяти градусов. Встанем в печку. Люди, люди! Я чё забыла положить-то? Увидела коробку и напомнилась. Крэперы. Бен велел положить три или четыре крэпера. Это измельчить и положить. Они впитывают влагу. Ну, я вытащила быстренько из печки. Сейчас положу. Так, три или четыре? Четыре. Или три. Ладно, четыре. Ну, я вспомнила же, да? Это же считается. Так что значит... Ну, помните, мы как-то клали... Я помню, что мы клали хлеб с молоком. Чё-то в молоке размачивали. Чёрный хлеб. Кто клал белый в котлеты? Ну, вот. Мне велено было положить кракеры. Это не обязательно. Ну, рекомендуется. Ну, я могу положить, перемешать. А чё, ещё оно не готовилось? Не смейтесь. Совсять не случается. Со мной вот тоже случилось. Я хорошо перемешаю. По всей этой... Ну, всё. Так и было. Да, кстати, оно должно там стоять где-то 45 минут, но через 30 минут я вытащу и покажу вам, что я сделаю. Угу. Чё-то. Окей? О-о-о-о, ну-т-окей. 30 минут из... Эээ... Пас... Ну, как это... Прошло 30 минут и... Выглядит наш метлов вот так вот. И, ну, теперь мы... Ну, теперь мы... Нужно смешать в ложке горчицу. Мастер, хав? Мастер, хав? То есть, половина горчицы от того, что ты будешь наносить кетчупа. Если две ложки, значит, ложка горчицы. Если две ложки кетчупа. Понятно, да? Что-то мне так Бен объяснил. Смешали. Наносим на поверхность. Размазываем по поверхности. Как знаете, в чужое, помню, когда пекли хлеб, то сверху смазывали. А чем смазывали? Маслом, по-моему, или чем смазывали хлеб? Я не помню. Но чем-то смазывали. У нас даже перышки были куриные или гусиные, хранились в масленице всё время. Их даже не мыли, конечно. Ну, потому что они были при масленице всё время. И что их мыть-то? Ими смазывали. И булки смазывали. Булки смазывали. Чем? Напомните, этим. Желтком, да? Вы, наверное, тоже так делаете. Я не пеку булки, не делаю. Но ещё мы ставим в печку на 15 минут. И должно быть готово. Вы знаете, что я забыла? Чеснок. Бен сказал, я не знаю, что с тобой делать. Ты вечно всё забываешь, что касается еды. Ну, вот такая я. Всё, готово. Вот так вот выглядит наш метлов. Ну, посмотрим, если это готово. My love, do you want to see if it is ready? No, it is. Sure. It's true. It's true. It's all mine here. Бен будет проверять, если это готово. Oh, yeah. М-м-м. It's good. Ready? Yay! It is ready. Now, we will see if he will eat it. I can tell you, it's good. Don't, don't put it. Because it is not ready. Hot. Hot, of course. Так, Бен готов есть. Кстати, вы спрашиваете, что он ел в Чижове. Есть фотокарточка, я вам покажу. Он сидит, и мама моя, и едят то, что я приготовила. Вот она, эта фотка. Одна из моих любимых чижовских фоток. Ну, и Бен сказал, что это будет любимое блюдо на лодке. Вот так вот. You like it? It's very good. It's very good. Ouchin' horror shop. Ну что, Бен сказал, очень хорошо. Значит, очень хорошо. Не такая уж я и плохая повариха. Вот это я и приготовлю в Панаме.